Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail SkyWay потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Боинг. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает в Транссибирском магистрале. Построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги SkyWay, также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект придет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология придет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Так, друзья, как видно, как слышно, Дмитрий Вячеслав. Также и Любовь вижу здесь наши с Кузбасса. И Килай Брюхов приветствую. Из Челябинска, но в данный момент с Нью-Йорка. Игорь Хальзов, Денис Кузняк. Это Минск. Я вас, друзья, уже всех скоро узнать буду и по именам, и по никам. Это, конечно, с одной стороны, друзья. Борис, привет. Привет от викингов. С одной стороны, друзья, это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, все-таки после уже практически таких двух лет непрерывной будут новости из Дубая. Обязательно будут. После двух лет, друзья, и то, что мы собираемся, опять аудитория в 200-250 человек, и все уже друг друга знаем, это уже все-таки превращается в такой межусобойчик, такой клуб по интересам, любителей и сторонников Скайвея. Но все-таки, друзья, с точки зрения построения именно краудинвестинговой системы, мы, конечно, должны расширяться, работать. И здесь, друзья, мы все-таки, начиная со следующего месяца, с Алексеем будем серьезно переформатировать работу, менять, вот именно изображения, чтобы мы с вами, друзья, активно росли, активно двигались. Ну что, друзья, 11 апреля 2018 года, среда, значит, традиционный у нас технико-экономический вебинар по проекту Скайвей. Мы, друзья, с вами сейчас находимся в очень важном моменте. Вы помните, что сегодня в 23.59 будет смена дисконта, перехода с 10 этапа на 11 этап. Это означает, что те цели и задачи, которые ставили перед компанией и перед коллективом, который реализует проект, они выполнены. Значит, компания может взять на себя обязательство объявить о том, что мы переходим к следующему этапу развития, по меморандуму, вы помните, это 15 этапов, по завершению которых технология должна уже выйти на полное самофинансирование, на саморазвитие и уже идти полным ходом по капитализации интеллектуальной собственности, которой сегодня обеспечены все обязательства, которые мы с вами оперируем. Сразу, друзья, скажу, перед этим, помните, мы говорили, что ждите новостей. Сегодня наступило 11 число, активная идет работа в Дубае, об этом мы поговорим еще подробнее. Но, друзья, мы говорили, что результаты отчасти и сменные этапов будут связаны с результатами, которые сейчас идут в разных проектах, в разных частях мира. Отчасти такой сегодня активной точкой роста и активной именно системой, где развивается активность Skyway, это сегодня Арабские Эмираты, и Дубай сегодня центр. Видите, но, друзья, сразу давайте тут такой определенный... Да, друзья, это как раз есть недостаток в перископе, что когда звонит, сбивается, поэтому это, к сожалению, недостаток всех мессенджеров, переформатировать нельзя. Вот. Значит, друзья, сегодня 8 часов, я вам рекомендую, помните, как в наши старые советские времена говорили, включить все телевизоры и радиоприемники, будет очень важная и очень серьезная новость, и вы поймете о том, когда я говорил, что происходят очень важные события, о том, что новости сегодня очень серьезные, поэтому, друзья, я рекомендую всем сегодня в 8 часов по московскому времени ждать очередные очень серьезные изменения новости в проекте Skyway. Это, друзья, не пустые слова, увидите это, вы поймете, что имелось в виду, когда мы первый раз говорили с Алексеем о смене дисконт, и то, что этот дисконт идет на фоне очень и очень серьезных изменений. И так, тут все спрашивают, нет, по идее, перископ идет. Борис, у тебя идет перископ в Норвегии-то? Потому что так у меня все показывает, что все идет нормально. Поэтому, друзья, давайте сейчас уже говорить о том, что сегодня осталось там несколько часов до смены дисконт, и давайте быстрее-быстрее что-либо делайте. Это не совсем правильно, все, что надо было сделать и можно было сделать. Вячеслав спрашивает, на каком ресурсе новости в 20 МСК? На всех. Вячеслав, вот поверь, что не пройдут мимо эти новости, которые будут в 20 часов. Вы просто все увидите и все поймете. Поэтому сегодня по определенной договоренности, по логике, которую мы устраиваем, я эти новости не озвучиваю. Так же, как мы не говорили, когда собирались в Праге с топ-экспертами и региональными лидерами о том, что на следующий день будет смена дисконта. Мы, естественно, как директора все это знали, но исходя из той общей логики информационного поля, которое сейчас выстраивается, это идет только от конструкторского бюро, от головной компании. Только тогда мы уже эти новости дальше комментируем. Поэтому сейчас, друзья, можете поверить мне на слово. И тут, Вячеслав, как бы мы там ни обсуждали новости или вещи, которые я говорю заранее, наверное, трудно меня упрекнуть в том, что что-то потом не происходило и что-то потом не было важным. Поэтому давайте, друзья, на 20 часов сегодня ожидать, естественно, что все, что мы увидим и услышим и в чем будем принимать участие, все это идет на фоне новостей из Дубая. В Дубая, друзья, уже третий день сейчас идет выставка, очень значимая выставка для всего арабского мира, для инновационного мира. Это именно демонстрация всех возможностей, которые сегодня могут применяться для развития и построения новых интеллектуальных городов, новых умных городов. И, естественно, что без SkyWay, без того, что мы с вами создаем, без транснета, это сегодня глупо рассматривать, так же, как сегодня невозможно представить формирование новой среды обитания без информационного пространства, без интернета, без мобильной связи. И сегодня, если кто-то говорит, что я буду развивать или строить на телевидении или на инете, новости все будут на наших ресурсах. Так что про телевидение пока еще рано говорить. Борис выбивает, но что делать? Интернет дает сбои, поэтому мне тоже жалуется сейчас, что и Перископ постоянно выбивает. Я просто по количеству участников смотрю, кто взлетает, там, 200-300 человек, кто 21 человек. Ну, это, друзья, все сервисы. Мы по Мирополису с вами тоже были весьма недовольны, то есть мы много с ними переписывались, но я могу сказать, что в последнее время Мирополис реально изменил сервис, доработал и пока к нему вот нарицания нет, пока вот работает, пока работает нормально. Так вот, друзья, по Дубае вы видели, наверное, репортажи все Виктора Богорина, который есть, значит, Леонид, когда будет готовить вам боевой листок, все ссылки, которые я сейчас говорю, они все будут вставлены в боевой листок, поэтому все, что мы говорим тезисно, будет в реалах, и, соответственно, все ссылки на материалы, которые я упоминаю, они также все будут в информационном листке, который мы переводим потом на, сейчас, по-моему, на 11 лет. Зачем так интриговать, Дмитрий, может, у кого-то сердце, но, Дмитрий, ну что делать, так сказать, должна же быть в нашем деле, в нашей такой повседневной жизни хоть какой-то элемент такой неожиданности и, скажем так, сенсации. У меня очень много сейчас уже начинают писать, что вот где-то не успели, дисконт заканчивается, не успели оформить, не успели завести в кабинете определенные средства. Друзья, это каждый раз происходит, для нас это ничего нового, мы просто в прошлый раз объявляли, в этот раз приняли решение о том, что никаких продлений не будет, вот именно в таком плане, как раньше нас просили, что дайте еще неделю, не 10, просто для того, чтобы происходили или смена дисконта, или вход на новый этап, должны произойти определенные очень важные этапы. И сегодня, как мы обозначили более двух недель назад, что переход с 10 на 11 этап произойдет 11 апреля в 23.59, вот, соответственно, никаких изменений в этом плане нет и быть не может. А все остальное, друзья, по тем новостям, то есть информацию вы получили, я думаю, что когда вы услышите или прочитаете эти новости в 20 часов по московскому времени, соответственно, вы поймете, какая огромная подготовительная работа и какая глубина стоит за тем, что сейчас происходит. Соответственно, интервью, которые уже два таких крупных интервью прошли с Виктором Бабулиным, они показывают и атмосферу того, что происходит в Дубае, и стенд, который сегодня есть, и, как всегда, интерес всевозможных делегаций к SkyWay. Здесь, друзья, можно сказать, что это очень уже, можно сказать, состоявшаяся, успешная презентация и выступление команды SkyWay во главе с инженером Юницкий, который сам представляет технологию. Проведено огромное количество переговоров, подготовлено огромное количество сейчас уже соглашений. Вот, соответственно, все это мы с вами в ближайшее время уже увидим и будем принимать в этом самое-самое непосредственное участие. Основной вывод, который сейчас идет из презентации и из... Так, что-то мне очень жалуются, очень жалуются на перископ. Друзья, давайте я сейчас выключу трансляцию, потом заново включу. Может быть, так будет? Сейчас, друзья, потому что, опять же, мы сталкиваемся с вопросом в том, что некоторые смотрят вебинары только по перископу, поэтому приходится учитывать. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, извиняюсь за некую задержку, просто я говорю, тут мне очень просят, чтобы трансляции параллельные шли в перископе, поэтому вот я эту просьбу выполняю. И, друзья, по Дубае, что очень важно понимать и какой основной вывод можно сделать из этой презентации технологии Skyway, команды Skyway, личной презентации Веницкого, в том, что технология сегодня готова представить те решения, которые ждет сегодня весь цивилизованный мир. Сегодня основные проблемы мегаполисов, это проблемы экологии, это пробки, прежде всего, скорость передвижения и загрязнения. Это скорость перемещения, что непосредственно связано с трафикой. Это безопасность, то есть аварийность, которая происходит по дороге. Это, соответственно, все, что связано с продуктами жизнедеятельности, то есть обеспечение коммунальной инфраструктуры городов. Это сегодня и удорожает, и усложняет, и зачастую делает жизнь городов практически невозможной. И все эти сегодня вызовы, которые нам дает сегодня техногенная цивилизация, техногенная экономика, техногенное распределение и ресурсов, и построение сегодняшних городов, на все эти вызовы отвечает Skyway. Skyway сегодня дает новую логику городов, и вы не раз уже слышали, мы будем еще об этом говорить, это логику линейных городов, когда города будут распределены вдоль трасс Skyway, и там будет совсем другая, соответственно, логистика перемещения товаров, услуг, людей, информации. И это будут города, где такое понятие, как трафик, такое понятие, как пробки будут отсутствовать вообще. И, соответственно, по мере развития транснета, по мере развития адресных проектов с применением технологии Skyway, это на ближайшие годы оформится именно транснет-спейс, как мы говорили, это новое пространство уже с транспортной технологией нового, уже тысячелетия, 21 века, и тогда перемещение из любой точки мира в любую точку мира станет абсолютно реальностью, и транспорт для нас, и легкость перемещения станет точно таким же доступным и легким сегодня в эксплуатации и в использовании услугой, как сегодня интернет. Время назад мы тоже об этом говорили, то информационные возможности, которые нам дал сегодня интернет и современные кремниевые технологии, казались просто фантастикой. Сегодня без этого жизнь не представляется уже, и эта услуга настолько глубоко вошла уже в нашу повседневную жизнь, в нашу суть, что сегодня, выйдя из дома без мобильного телефона, уже понимаешь, что ты на определенное время выпал из информационного поля, из завязан, поэтому сегодня нету разницы, где находится человек, лично по себе могу сказать, что перемещение, там неважно, машина, такси, аэропорт, гостиница, находясь постоянно в информационном поле, где работает огромное количество мессенджеров сегодня, посчитал, у меня их уже больше десяти, по которым идет постоянно, где есть специализированный обмен информацией, либо совещания идут с командой, которая работает сегодня по блокчейн-платформе Транснет, где идет работа по совету директоров Skyway Capital, где идет общение с чатами, по чатам с нашими партнерами, я стараюсь тоже везде принимать участие, на какие-то вопросы отвечать, поэтому, друзья, это все тоже реальности нашего времени. Недавно помните, я много раз приводил пример своему восьмилетнего сынишки, который тоже, когда он из дома забарахлил интернет, он подошел, такой, папа говорит, а у тебя вот какой в детстве был интернет? И я несколько так сшивался, говорю, слушай, ну вот когда я даже не то, что в школу ходил, в 2 класс, а еще и когда институт ходил, даже потом, когда в аспирантуре учился, тогда еще не было интернета и компьютера, я только уже получил пользу, когда защитил только кандидатскую диссертацию. Для него это, конечно, непонятные были слова, но мне тут в развитии этой темы прислали, ну это как, не знаю, уже анекдот, не анекдот, когда подходит сынишка к папе и говорит, папа, а у тебя в детстве интернет и компьютер был? Он говорит, нет. А смартфон у тебя был? Он говорит, нет. А игровая приставка к телевизору была? Папа говорит, нет. Он тогда говорит, папа, а ты в детстве динозавров не встречал случайно на улице? И мне так стало забавно с такой постановкой вопроса, что для вот этого нового поколения, и невозможно представить, им кажется, что если мы говорим, что в нашей юности, детстве, молодости не было интернета и компьютеров, то это было настолько давно, что в этом представлении по улицам должны еще и ходить динозавры. Хотя, друзья, развивается и техника, и технология, и процесс настолько стремительно, что это, ну, лично меня, как человека, который находится именно в команде и на острие того, что развивается, меня, друзья, это не может не радовать. Я на это смотрю с большим, так сказать, удовольствием и приятно осознавать, что это делается нашими совместными усилиями, это делается нашими руками, это делается совместным интеллектом, то есть и конструкторского бюро, и инвестор-водящей системы, и фондов, которые работают, и сейчас блокчейн направление. И все это направлено на то, чтобы развивалась технология, развивалась среда, строился транснет, и уже как финансовый инструмент, друзья, мы с вами получали достойное вознаграждение за те риски, которые мы на себя взяли, продвигая, развивая, популяризируя технологию SkyWay. Сегодня уже, ну, мы тоже несколько раз к этому возвращались и говорили, что сегодня уже глупо говорить, или там уже смотришь на неадекватных людей, которые говорят, что я три года или четыре года свяжу, у вас ничего не изменяется, или там вы за четыре года так ничего и не построили, или там у вас, я слышу одно и то же, но, друзья, здесь это неинтересно комментировать, вот, потому что те, кто с другой стороны слышит, они слышат, они читали меморандум 2013 года, они видят сегодня четыре разновидности подвижного состава, который строится, о том, что идет только два года назад мы только заикнулись и поставили проблему о том, что сегодня нужен легкий прогулочный транспорт, Юнибайка уже через полгода вышел на испытания, был продемонстрирован на инотранспорт в Берлине, сегодня это уже сертифицированный существующий транспорт, и уже идут проектировки и реальные бизнесы, с применением этой технологии, точно так же пошел Нибус, мы на ваших глазах, друзья, мы все свидетели, что только началась рождаться концепция дронов, которые будут летающими кранами и используются в технологии строительства SkyWay в труднодоступных скальных и участках болотистых, а сегодня уже Юницкий реально разрабатывает и приступает к испытаниям уже реальных летных аппаратов, много задает вопросов, увидим ли мы их на экофесте, движения, естественно, нет, а сами дроны, естественно, скорее всего, увидим. Поэтому сегодня мы только, вы видели в репортажах, буквально считанные месяцы назад, может быть, 3-4 месяца, 4 месяца назад, помните, когда Михаил Кириченко брал интервью у главного конструктора, инженера Юницкого, он сказал, что мы начали работать по применению новых материалов, углевого окна, а сегодня уже реально речь идет о том, что на экофесте мы с вами вполне вероятно можем увидеть уже новую трассу с пролетами там. Вот меня спрашивают, а будет ли пролет 800 метров? Нет, друзья, там весь участок всего километр, поэтому также будет пролет 400 метров, но, друзья, это толщина трассы, два айфона толщиной, поэтому и расчетные характеристики этого, этой путевой структуры можно делать один пролетом до 5 километров. А Юницкий сказал, что в расчетах можно даже теоретически увеличить. Вот поэтому, друзья, это как раз те направления, которые зарождаются, подключаются, мы дальше видим их реализацию, то есть и в свое время так возник Минибайк, легкая система, потом возник уже легкий Юнибус на этой жесткой, полужесткой и гибкой системе, потом мы увидели Юникар, 18-местный, а в перспективе до 48 мест. Для такой же, для этой же легкой путевой структуры возникло направление Юнитонт, то есть это перевозка контейнеров и, соответственно, вся изменение логистики, и это реально позволило уже в переговорах с определенными правительствами, чиновниками, делегациями, декларировать о том, что Skyway может убрать все фуры с европейских дорог, с американских дорог, что это может быть другая транспортная логистика, что это другая логистика в погрузке и перегрузке в портах, и все это уже, друзья, выходит в адресные проекты, в построении бизнеса, чем сегодня активно занимаемся, активно процессы ведет. Поэтому, друзья, на фоне вот этого, скажем так, прохождения сегодня, ну, бенефиса или этого очень важного момента демонстрации технологии Skyway в Дубае, именно на выставке, где обсуждается города будущего. И в этом плане очень здорово прозвучала фраза в интервью, сейчас скажу, в статье, которая прошла, он очень четко заметил, что, друзья, города будущего невозможно строить с транспортом прошлого. Соответственно, в города будущего должен войти только новый транспорт, должна войти новая система коммуникационная, энергетическая, информационная, транспортная, это все, что объединяет себя Skyway. И именно это будет определять логику умных и новых городов. А мы, друзья, со своей стороны можем добавить и четко говорить, что все невозможно дальше развивать и сам транспорт, и систему управления, и логистику, и учета без применения технологий блокчейн. И с этими делами именно наша команда разработала новую блокчейн-платформу, она так и называется, Transnet, и целью и задачами которой является именно создание совокупности приложений, которые будут, адресные проекты, которые будут стимулировать строительство и развитие от Transnet. И каждая деталь, каждое, все, что будет делаться на этой попорте, будет направлено только на поиск адресных проектов, на разработку, на предпроект, потом проект и организацию системы инвестирования через токтимизацию, через новую систему строения. Это, друзья, следующий шаг идет и в логике инвестирования, вообще инвестиционной деятельности, и с точки зрения прозрачности, и с точки зрения уверенности и отчетности перед инвесторами. Это все, друзья, абсолютно новая вещь. Это никто никогда в мире не применял. Но вы, наверное, не раз от нас уже слышали эти слова, потому что это действительно то, что идет на острие науки. То, что сегодня создается, Skyway, уникально во всем. Это уникальная транспортная система, это уникальный информационный и энергетический коммуникатор, это уникальная система распределения и расселения, это уникальная система доступа к труднодоступным, но очень востребованным природным ресурсам, месторождениям. Все это в совокупности, друзья, строит новый мир, который называется Trans-Space. И в этом плане все технологические ответы сегодня есть. И, опять же, очень часто задаваемый вопрос, и он абсолютно, друзья, логично, я абсолютно понимаю с точки зрения людей, что зависит, потому что все смотрят телевизор, все читают интернет, все видят, что происходит, и насколько сложное время, друзья, которое мы сегодня живем. То есть насколько геополитическая, насколько экономическая система противостояния всевозможных, скажем, там, групп сегодня обостряется и приобретает такую яркую форму. Мы с вами видим конфликты и напряжения, которые идут по всему миру. Мы с вами видим то, что сгущается и сегодня вокруг самоусуществования Российской Федерации и экономики, которая сегодня есть. И, соответственно, очень много задают вопросов, пытаются нас вытянуть на какие-либо положительные, либо отрицательные анализы. Здесь, друзья, я всегда отвечаю только одним образом, что Skyway вне политики, Skyway вне каких-то конфликтных ситуаций решает те проблемы, вопросы, из-за которых они возникают. Skyway – это чисто технологический продукт, это чисто технологическое развитие, это техногенная экономика, точнее, это то, что идет на смену техногенная, это экогенная технология и экогенное построение технологии. То есть сегодня, когда нам говорят, что нехватка каких-то территорий, Skyway решит эти вопросы, нехватка природных ресурсов, Skyway решит эти вопросы, нехватка сегодня природной воды, один из сценариев конфликтных ситуаций, Skyway решит эти проблемы. Расселение, рабочие места, экология – это все решает Skyway. Поэтому у нас сегодня не предмета для конфликтов. Сегодня только одно то, что сегодня и смущает это медленное развитие Skyway. То есть это то, что он сегодня не строится миллионами километров в год, а, соответственно, десятками и сотнями тысяч километров в месяц, а можно довести до определенных суток. Так вот, друзья, это все не за горами, это все подходит. И поэтому не зря, друзья, что вслед за тем лозунгом, который мы долго декларировали, и это считается нашим основным девизом, который ввел в Юминске в 2013 году, это «строй Skyway, спасай планету». То есть действительно отодвигая те экологические катастрофы, которые надвигаются, Skyway решает эти вопросы. И следующий вопрос, который мы сегодня ввели, и это является девизом уже в блокчейн-попформе Transnet – это «Technology of United». То есть технология объединяет. Поэтому, друзья, у нас нет предметов и нет конфликтов сегодня ни с кем. Мы ни с кем не хотим конфликтовать, мы ни с кем не хотим что-то делить, мы ни с кем не хотим конкурировать. Мы говорим, что сегодня мы решаем те задачи, которые стоят перед каждым из нас, с которым каждый из нас сталкивается. И так как мы находимся в цивилизационной модели развития, то есть с помощью технологий, то нужны технологии, которые отвечают вызовам этого времени и решают все эти проблемы. Вот, друзья, этим занимается Skyway. И еще раз, друзья, когда вы будете презентовать, показывать, рассказывать, когда вы говорите, что такое Skyway, возьмите эту формулу, друзья, это не пустые слова, что Skyway на сегодня – это идеальный транспорт, потому что он выведен с точки зрения теории, как идеальное средство перемещения с энергетическими затратами шумовыми, воздействия на природу, соответственно, решение всех задач, которые сегодня стоят перед системами перемещения. Так вот, все эти задачи решены теоретически, а сейчас мы с вами занимаемся тем, что воплощаем эти все теоретические наработки уже в практику, в жизнь. И мы с вами создали экотехнопарк, где демонстрируются эти технологии. Сегодня уже в различных точках мира идет проработка строительства следующих этапов, как мы говорили, что экотехнопарк будет не один и не два, их будут несколько в разных частях мира, в разных юрисдикциях, с разной точки зрения лоббистской защищенности. Это, друзья, наша с вами безопасность. Нельзя повторять то, что было в России в 2009 году, когда уничтожили полигон в озерах, который создавался 10 лет. Это было мощнейшее научное, которое изучалось. Но, опять же, из-за прихоти, из-за вардализма некоторых чиновников, это было уничтожено. И это останется на их совести все, что возможно и по путевой структуре, и побежной состав, то есть с того полигона, то есть ЗИЛ-131, сегодняшняя команда, и Юницкий поставил задачу восстановили все это, это находится в экотехнопарке. Друзья, на сегодняшний момент, помимо того, что это все история, это еще и наука, это накопление знаний, это накопление результатов экспериментов, которые, и все это позволяет сегодня двигаться дальше. Поэтому, друзья, сегодня, опять же, мы запустили процесс, сейчас Алексей будет более подробно еще об этом говорить, это блокчейн-платформа, это именно новый инструмент для запуска проектов сети Transnet. И все, что там сделано, все, что там построено, начиная от визуализации и кончая в вязку в единую информационную и расчетную систему с использованием целой сети и целой группы специализированных расчетных инструментов, токенов. Соответственно, это все увязывается в единый инструмент, который будет только стимулировать и только направлен на строительство, развитие и адресных проектов и сети Transnet. Соответственно, мы, как уже говорили, в самое ближайшее время будем запускать уже, опять же, на нашей системе по форме, это Youth School совместно уже с Skyway Capital, именно обучение, как инвестировать дальше, как создавать новые продукты и как дальше развивать процент и увеличивать свои инвестиционные возможности, инвестиционные пакеты. У нас будет мэром Transnet, Олег Владимирович. Дело в том, что Transnet и город в таком плане не будет, то есть те изменения, вы помните ту формулу, которую я произношу практически на каждой лекции по футурологии и то, что мы тогда описываем и показываем то, что нас ждет в будущем. Всегда есть очень такая образная и четко понятная каждому формула о том, что, друзья, за последние 20 лет мир изменился до неузнаваемости, мир изменился радикально. Если кто-то будет со мной спорить и говорит, что он не изменился, я ему просто не поверю, потому что я сам вижу своими глазами, ощущаясь, особенно, когда смотришь на дикую. Так вот, друзья, мы с вами должны привыкнуть и понять, потому что мы находимся в этой системе, в этой структуре, что за ближайшие 10-15 лет мир изменится более радикально. И именно локомотивом этих изменений, изменений с точки зрения построения более правильной технологической цивилизации, более правильной экологической цивилизации, которая взаимодействует с окружающей средой, это будет, естественно, Skyway и на основе его построения это Transnet. Transnet это то, что ляжет в основу шестого технологического уклада, то есть следующего цивилизационного развития, как раз Transnet, работающий на новых информационных продуктах, которые в свою очередь работают на блокчейне, это и есть то, что будет создавать уже следующий технологический уклад, которому мы с вами приближаемся, это уже седьмой технологический уклад, целями и задачей которой все вредное производство, всю промышленность, всю нефтехимию, все, что сегодня портит экологию, вынести за пределы нашего дома, вынести за пределы земли в космос уже на орбиту и соответственно это построение новой сети, которую мы назвали уже туннель, то есть это следующая сеть объединенных, которая будет уже решать следующие задачи, но это друзья в мере того, как будет реализовываться. Почему, друзья, мы об этом сейчас уже говорим, потому что это открыто обсуждается, если еще пять лет назад говорить о том, что цель команды сегодня не только создание транснета, а уже и создание общепланетарной космической системы, которая сделает экологию на Земле стопроцентной, пять лет назад, друзья, это звучало еще революционно, это звучало необычно, это звучало то, что вызывало какие-то когда насмешки, когда отрицательные эмоции. Сегодня, когда весь научный мир, весь мир, который занимается футурологией, понимает, что космос необходимо использовать для того, чтобы вынести с Земли все производство. И если транснет и все проблемы, это экологического перемещения, то есть мы будем сжигать ни одного грамма метки продукта, мы не будем получать ни одного киловатт электроэнергии из невозобновляемых источников. Все, что будет использоваться с точки зрения электродвигателей и электромашин внутри транснета, это все будет экологически чистая, восстанавливаемая природная энергия. И сами трассы транснет, они будут генераторами электроэнергии, не потребителями, друзья, а генераторами энергии и для собственных нужд, и те, кто будет находиться во мне. И эту задачу также ставит, решает и Илон Маск, когда он создает свою систему электромобилей, это корпорация Тесла, и Пауру Вол, то есть это энергетическая стена-накопитель, то есть когда он продекларировал, что через 20 лет все домохозяйства или все дома будут отрезаны от проводов, они не будут потреблять сегодня энергию из невозобновляемых источников. Это, друзья, сегодня в транснете, все реализуется, и если кто забыл, Леонид, обязательно вставь вот эти фотографии с наших эко-технопарков, где на трассе SkyWay станция стоит и солнечная батарея, и ветряная, и тепловые насосы, это все, друзья, то, что будет использоваться в энергетике. И следующий момент, друзья, это уже вывод за пределами атмосферы. Это следующая задача, которую ставит перед собой инженер Юницкий, это то, что ставит перед собой инженерно-технологическая школа, последовательными и активными участниками, которым мы с вами являемся, и то, что мы сегодня и сначала несем как информацию, и организуем уже финансирование с точки зрения инвестиционно-производного процесса, и построение бизнеса, это то, что уже идет внедрение новых технологий. Так вот, друзья, Transnet Space, то, что мы сегодня создаем в кубе с именно блокчейн-платформой Transnet, это и есть то острие, которое будет сегодня менять мир очень быстро, именно с точки зрения решения тех проблем, которые сегодня существуют. И это как раз и есть основная задача, и то, что мы сегодня с вами и уже реализовали, то есть мы показываем, и сегодняшняя дубайская выставка, и недавно выставка в Индонезии, которая прошла, Алексей тоже вам слово расскажет. Это как раз то, что сегодня уже идет демонстрация, и следующее, что нас ожидает, это начало августа, наверное, буквально на следующий или через неделю уточнится точная дата EcoFest в Марьиной горке, вот, соответственно, это начало августа 2018 года, а 20 по 25 сентября, это, друзья, и на TransBerlin, где Skyway четко, ясно и безапелляционно продекларирует о том, что скоростное передвижение Земли со скоростями близкими к 600 км в час энергетическими затратами в сотни раз меньше, чем авиация и скоростного железного поезда, железная дорога, это уже сегодня реализуемое. И все это делается, еще раз повторюсь, в совокупе с новыми информационными и инновационными инвестиционными технологиями, которыми мы сегодня с вами занимаемся. Ну вот, друзья, давайте, сейчас я передаю слово Алексею, он, как всегда, добавит свой взгляд на то, что происходит. Внимательно всегда его смотрите, потому что это и движитель, и основное сегодня, скажем так, воплощение энергии, которое идет в создании того ядра, вокруг которого будет формироваться именно вся система TransNet. Алексей, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. В начале я хотел бы пробежаться по новостям, чтобы сделать обзор и свой взгляд на происходящее, действительно происходящее потрясает, поражает. Если такие новости происходили бы у нас два года назад, что, допустим, меньше, чем за полтора месяца мы участвовали больше, чем трех выставках, и это просто, так скажем, повседневный абсолютно процесс, то этого, друзья, невозможно было себе представить. Сейчас действительно компания находится на той стадии, что Анатолий Эдуардович и Надежда Геннадьевна выбирают, с кем сотрудничать, на какие проекты сделать, первоначальный упор, и выбирать действительно есть из чего, друзья. Потому что 22-24 марта в городе Джакарта прошла выставка, на прошлой выставке, кстати, я присутствовал, и я знаю примерно потенциал этой выставки, то есть это Railway Tech Indonesia 2018, уже на 2017, на 2017 выставке Railway Tech Indonesia мы познакомились с Мадиной Туль, Фатила, сейчас Мадина с Марией, сотрудник отдела адресных проектов, возглавляемый Кириллом Бадулиным, фактически вдвоем еще с некоторыми сотрудниками, которые на подхвате, так скажем, говорили информацию, давали буклеты и так далее, но фактически два человека было на стенде. Естественно, инвесторский интерес падает, именно то, что в прошлом году были, я имею в виду наши сподвижники, и инвесторов уже меньше, но, друзья, зато больше именно по адресным проектам. И это радует, потому что когда-то инвесторский интерес, именно по поводу инвестиций, по поводу краудинвестинга, должен сменяться таким же бурным интересом уже по запуску адресных проектов. Для того, чтобы сформировать, друзья, сеть адресных проектов, и о ней еще в 2014 году мы начали говорить на вебинаре, то есть у меня это родилось понятие просто, случайно, так скажем, по Фрейду еще ничего не предвещало, чем будем заниматься, что будем делать, как к этому придем. Просто шли, друзья. И сейчас в Индонезии действительно можно говорить о том, что сеть адресных проектов потихоньку в виде уже технико-экономических обоснований начинает формироваться. То есть об этом говорят многочисленные соглашения о сотрудничестве, по которым уже установлено конкретное сотрудничество, и ведутся работы, в том числе подготовка предпроектов по взаимодействию с одним университетом, по проекту «Золотая деревня». То есть это из новостей, я думаю, что вы все прекрасно помните, насколько большой пул задачи и потенциала охватывает Мадинов Туль. То есть это действительно такой вот джедай Skyway в женском обличье. И то, что с ее руководства, с ее подачи была проведена выставка, я не знаю, если честно, кто ее организовывал, но что-то мне подсказывает, также Мадина принимала активное развитие. То есть да, действительно, директор Skyway Technologies Indonesia отвечает за свою зону ответственности. И Мадина на высшем уровне, мы считаем, провела выставку, и выставочный стенд посетили, соответственно, вице-мэр Джакарты, представители министерства транспорта, вице-губернатор Джакарты и представитель министерства транспорта. Ну и, собственно, естественно, это уже не первые нехолодные контакты, то есть по ней пришли конкретно уже договариваться. И так как Джакарта, это несколько, ну и вообще Индонезия, несколько другая страна, несколько другая территория, как и Таиланд, как и Индия, это все-таки Азия, то и моменты развития, темпы развития Skyway, там свои специфические, то есть там необходимость в связке от островов, естественно, то есть десятки тысяч островов, как Михаил Кириченко представил в своем репортаже. Замечательный репортаж, кстати, я рекомендую всем посмотреть, там очень красивая съемка с дрона, то есть каким-то образом договорились и, видимо, уже есть конкретные, так скажем, уже дружественные отношения с властями Джакарты, что дроном сняли и очень красивый репортаж, друзья. Я могу сказать, что он показывает потенциал Индонезии и он совершенно другой по сравнению с арабскими странами, по сравнению с Австралией, но, что важно, действительно, Skyway там также необходим. Там и огромный интерес по Unicont, друзья. То есть Unicont это, соответственно, такое вот самое новое направление, которое было озвучено и очень серьезная инженерная разработка, которая, может быть, кто-то посчитает, не является новой, но в обличии Skyway это совершенно инновационная, совершенно прорывная разработка, которая может решать колоссальное количество задач именно по грузам, перевозкам контейнеров. Это, естественно, существующие стандарты. Это, естественно, как Мадина Туль именно заявила, то, что мы не идем. И вообще логика, позиция Skyway, то, что мы всегда говорим, Skyway вне политики, Skyway над политикой. Несмотря на то, что, друзья, вы видите, что сейчас происходит с курсом рубля, я думаю, Сергей Анатольевич об этом постановится, потому что начали происходить абсолютно те же вещи, которые мы видели, ну, фактически вот в относительно недавнем времени, то есть это два года назад, когда курс рубля у нас просто по отношению к долларам стал катастрофическим, хотя нефть, друзья, сейчас не падает, то есть ситуации такой нет. Но об этом народный экономист, именно вот такое призвание Сергея Анатольевича, оно неоспоримо. Я думаю, что поведает, расскажет и о пути вообще России по нашему времени. Снова более чем вовремя стало необходимо говорить. Но пока мы говорим в других странах о развитии Skyway. И в Индонезии очень осторожно, очень дипломатично. Мадина Анатоль сказала, что мы не конкурируем, и мы намерены максимально способствовать интеграции современного транспорта, который существует в Джакарте, и, соответственно, интегрированию без помех какой-то, без отбора рынка и бесконкурентно. То есть это дружественная технология. Вот что можно сказать о Skyway, действительно, это дружественная технология по сравнению, по отношению к другим технологиям. К тому же самому железнодорожному транспорту, к тем же самым высокоскоростным поездам, которые сейчас перемещаются в Японии, в Китае. И, друзья, на самом деле есть направления у Skyway, которые не будут никак конкурировать. И теми направлениями, которые будут конкурировать, в те или иные страны мы просто не будем заходить. То есть это алгоритмика, это то, что сейчас решает вот такие вот стратегические задачи, в первую очередь, Анатолий Эдуардович Юницкий с Надеждой Геннадьевной. Ну и подключается весь отдел адресных проектов. То есть прорабатывается на каждый адресный проект. Соответственно, отдел внешних коммуникаций, отдел развития бизнеса, именно вот замдиректором по развитию бизнеса является Виктор Бабурин. Всегда продумываются ситуации, чтобы, не дай бог, не было воспринято именно позиционирование Skyway не так в той или иной стране. И, соответственно, я могу сказать, друзья, что в Индонезии все цели выставки были достигнуты. Соответственно, были получены новые контакты. Продолжается далее уже проработка проектов. И как Анатолий Эдуардович просто, вот вырезка даже есть, Михаил Кириченко сам не стал говорить, а процитировал вырезкой то, что проекты... И, друзья, мы проходили это, потому что были проекты, которые раскрывались. То есть это была такая некая эйфория. Помните, вот один миллиард в некоторых регионах Индии. И все это выносилось с таким вот удовольствием и нами передавалось, что с таким же не менее удовольствием, я думаю, передавалось и нашими недоброжелательными конкурентами, когда просто на столе у министра транспорта перед встречей с Анатолием Эдуардовичем лежала газета, свежачок, так скажем, желтый написанный, хотя далеко не желтая пресса, именно как издание было, но действительно языком желтой прессы была написана уже на подготовленном, переведенном материале и поливание грязью просто Анатоли Эдуардовича, всей технологии Skyway и все, что происходит вообще вокруг Skyway. Естественно, такого сейчас, имея опыт, никто не может допустить. Поэтому были такие проекты, этой информации достаточно. Можно говорить про штат Джархан, про штат Хармсалат и так далее. Мы это все, друзья, знаем. Это история, не то, что канула в лето, история, которая прорабатывается. Но вот это, пожалуй, единственные проекты, которые сейчас так вот серьезно раскрыты. Раскрывается соглашение, раскрывается вся информация, которую уже невозможно изменить. То есть все-таки мы живем не в мире цифровых технологий, когда даже информацию в интернете можно перепроверить и не будет такого голословного интернета. Сейчас интернет, вы видите, во что превращается и насколько много, так скажем, не потребных ресурсов, которые мы видим в интернете с приходом блокчейна. Естественно, это все поменяется. И не сказать, что поменяется в лучшую сторону. Как-то начнут конкуренты мыслить по-другому. Люди станут более благоприятно относиться к друг другу, либо технологии Skyway, но просто этого будет невозможно делать. Правила игры несколько поменяются. Но в этом мире сейчас пока что мы, друзья, не живем. Поэтому мы с этим миримся. Мы с этим где-то конкурируем, где-то не конкурируем. Но очень дипломатично входим в высшие чиновничьи слои и в такие вот высшие бизнес-круги в той стране, где уже узнают о Skyway. И, соответственно, уже с Индонезии можно переместиться, телепоться, так скажем, в выставку в Дубае, которую вы все наблюдаете. Я думаю, как она проходит. Из членов Совета правления, там сейчас именно с задачами сопровождения выставки и обеспечения помощи присутствуют Инета Джана и Ирина Волкова с Владиславом Волковым. Я думаю, что они абсолютно заменят нас, Сергеем Анатольевичем, потому что нам уже в этом случае даже некогда находиться, потому что произошли очень серьезные встречи, онлайн-встречи, потому что, опять же, ехать, встречаться – это сейчас непозволительная роскошь, и мы максимально работу выстраиваем удаленно. Встречи произошли непосредственно с разработчиками зао-струнные технологии уже по направлению платформы. Но об этом позже чуть-чуть перейдем к выставке. То есть на чем позиционируется выставка? Если Мадина Туль говорила в Джакарте, что мы максимально будем интегрироваться, мы максимально бесконкурентный, максимально дружелюбный транспорт, то вся выставка Future Series Show 2018, которая проходит в Дубае, и сегодня она проходит уже крайний день, она позиционируется на инновациях, на, соответственно, интеллектуальных системах в современных и в новых городах, и на счастье, на счастье людей. То есть это действительно такой просто респект организаторам, потому что, наверное, арабские страны имеют право задумываться о счастье, когда они уже дали как государство возможность своим жителям и тем людям, которые эмигрируют в Арабские Эмираты, жить достойно и действительно иметь возможности испытать полное счастье. Но, соответственно, с технологией SkyWay будет исключена такая возможность, когда будешь испытывать какое-то недовольство и ожидать даже несколько минут подвижной состав, потому что каждые 2 секунды вы можете, соответственно, садиться в Unibike, но этого просто скорости человека, как мы идем, как мы садимся, не хватит. То есть это огромный запас, друзья. И та блокчейн-система, которую мы сейчас разрабатываем, она учитывает эти интервалы, и именно по этой причине также была выбрана система блокчейна на основе графен-технологий. То есть есть, да, Stellar, Lumens, есть Yota, есть много что. Мы присматриваемся к EOS, то есть это уже запараллельные блокчейны и так далее. Но, возможно, мы не будем присматриваться даже к EOS, потому что в ближайшие недели наши разработчики приступят... ...к реализации идеи, вот кто понимает, то есть это общение между блокчейнами. То есть каждое направление, финансовые потоки, какие-то, может быть, повседневные потоки, какие-то развлекательные приложения, то есть там стриминг и так далее. Все, что будет, друзья, на самом деле в линейном городе, в каждом городе будущего, который невозможен с современным транспортом настоящего. Это девиз, как озвучил Сергей Анатольевич, действительно, как бы выставки, выставки Future Series Show в Дубае в 2018 году. И говорили о таких, соответственно, технологиях, как летающее такси, но вы помните все статью на ресурсах RSV Systems про то, что пока не добились успеха, мягко говоря, в этой области и разработчики, и предприниматели. Интересная, занятная инновация, и она поможет, возможно, в сокращении краш автомобилей, в сокращении вообще вот именно выделения ресурсов, очередей в Дубае там и так нет. То есть за номерами, как в России, никто не стоит, но номера, наверное, в Дубае скоро вот эти вот, которые у крутых автомобилей состоят из нескольких вообще символов, сейчас они будут электронные. И если автомобиль украден, то, соответственно, будет высвечиваться столом, что в переводе украден. И это по идее, по именно задумке тех людей, которые предлагают этот бизнес, будет максимально облегчать именно вот коммуникацию этих миров с автозаправочными станциями между остальными номерами. То есть это уже вот такая вот упаковка, но я всегда называю это как пришивание третьей руки уже к существующим и действительно нормально функционирующим двум рукам нормального человеческого тела. То есть это попытка вписать существующую транспортную инфраструктуру того, что для нее не предусмотрено. То есть осталось еще блокчейн как-то пришить к этим номерам. Ну, наверное, попытается пришить, друзья, потому что блокчейн действительно это тренд. И это то, что, слава богу, еще в 2014 году идея зародилась. И, друзья, вот кто-то, допустим, критикует дорожную карту там и так далее. Кто не в курсе, кстати, сбросьте ссылку. www.transnet.io Это сайт нашей платформы. На прошлой неделе мы его публично презентовали. Ну, если можно так высказаться, то есть был проведен обычный вебинар. И часть этого вебинара, соответственно, уже была об этом сайте, о нашей блокчейн-платформе. Но все меньше и меньше мы будем говорить на самом деле, потому что, ну, можно и не русскую версию. Кстати, друзья, тоже такой интересный факт. На нас была совершена атака. И буквально вот можно было подсчитать, и мы, опять же, не скрывались. Мы дружественная платформа, мы никому не мешаем, опять же. Мы просто, так скажем, созданы как платформа. Эта платформа создается для реализации адресных проектов Skyway и создания всех приложений, которые могут повысить их эффективность. В том числе это приложение обучения и консалтинг, что представляет наш Youth School. В том числе это биржа задачи ресурсов, которая позволит искать на проекты как разработчиков, так и в будущем инженеров и различных специалистов. То есть в будущем это может заменить такие ресурсы, как... Опять же, заменить тут неправильное слово, потому что кто-то будет продолжать искать через различные популярные ресурсы, кто-то будет использовать биржу задачи ресурсов. То есть к этому нужно прийти, друзья. Но эти инструменты мы не можем сейчас не создавать, потому что действительно платформа позиционируется как создание реального конвейера для запуска, финансирования, эксплуатации адресных проектов и далее их масштабирования, их расширения упаковки именно в сеть адресных проектов. Сейчас мы приходим к выводу, что именно понятие сеть адресных проектов скорее всего, предположительно, на наш взгляд, может быть реализовано только в связке с технологией блокчейн. Потому что эти проекты должны как-то между собой общаться. Какие-то проекты будут централизованы. Но давайте приведем примеры, посмотрим на интернет, каким образом развивалась сеть интернет. То есть, это сеть интернет. Сеть интернет появилась вообще с open-source разработки, то есть разработки открытой именно с участием, ну, наверное, больше 50, если не сотен команд. Эти все команды решали одну глобальную задачу, чтобы создать все ресурсы, все технические инновации, чтобы интернет появился. Потом, соответственно, появился Netscape. И с появления Netscape, вот этого первого браузера, даже еще до появления HTTP, HTTPS протоколов, вот такое бурное принятие интернет стало возникать. Слава богу, мы не в каменном веке. Сейчас находимся между... в каком-то 2009 году. Слава богу, блокчейн сейчас уже вступает на рамки, на границе интернета ценностей. То есть это, как называется, интернет 3.0. Ну и вы понимаете, что мы, соответственно, позиционируемся уже как именно транспорт 4.0, индустрия 4.0 и даже затрагиваем уже следующие поколения и следующие этапы. И различные поколения, на самом деле, как и различные технологические уклады, предшествовали созданию пятого технологического уклада, ядром которого стал интернет, телекоммуникации, так и, соответственно, возникает иногда, присутствует вот такое вот золотое время, когда точки генезиса, то есть это точки рождения технологии, могут совпасть в одном отрезке двух совершенно разных технологий. То есть в нашем случае это технология блокчейн, что реализуется в полной мере на платформе Transnet.io сайт и, соответственно, технологии Skyway. И если сейчас есть вопросы, что да, может быть какая-то конкуренция, там и так далее, то как только произойдет синхронизация, технологии Skyway и блокчейн, скорее всего, вообще никогда никому не будет догнать этот транспорт, потому что произойдет синхронизация, пускай нескольких адресных проектов, пускай нескольких направлений в начале, потом это расставит все время на свои места и стратегия рынка, и у нас действительно гениальный, замечательный полководец, который открывает рынки и который сейчас имеет право говорить с не дипломатическим уровнем подачи информации, а уровнем подачи информации, что если вы нас не поддерживаете, мы идем, соответственно, в другую страну, потому что есть возможность таким образом говорить. И в Арабских Эмиратах, соответственно, нас максимально поддерживают, мы с нетерпением все, и я непосредственно жду новостей вот этих бомбовых, может быть, подписания какие-то будут, может быть, друзья, но это, конечно, шутка, но в каждой шутке доля истины. Может быть, будут такие выставки, когда будет просто новость, что, дорогие друзья, личные кабинеты находятся на временном техническом обслуживании, потому что финансирование корневой технологии закрыто. И я думаю, что Антолий Эдуардович, Виктор Бабуринц это с удовольствием объявят, когда придет этому время. И, друзья, с учетом проведения переговоров на высшем уровне, то есть посмотрите вообще вот, я не буду сбрасывать в чат такие вот неофициальные записи, то есть вот от Сэма, я... именно общение, когда наши партнеры арабские, с которыми непосредственно я, Сергей Анатольевич, виделись и у них также есть интерес к блокчейн-технологиям, и они уже присутствуют, приводят очень серьезных людей, и это уже после проведенных переговоров, о которых мы сейчас не можем распространяться. Я лично по той только причине, что не знаю, ну и, соответственно, если информацию говорят, что нельзя, мы ее и не будем говорить. То есть даже Сергей Анатольевич тоже не будет говорить, потому что информация абсолютно закрытая, друзья. Но это закрытая конфиденциальная, коммерческая информация, которая имеет для нас ценность. И как только придет время, а когда может время прийти, друзья? Ну, примерно так же, как вы можете почитать на Халидж Таймс, то есть я думаю, что это интересное издание, и там взяли рию даже не у Анатолия Эдуардовича Юницкого, Анатолий Эдуардович, скорее всего, просто не было в это время на стенде, то есть это, наверное, просто плотнейший поток переговоров, и я думаю, что, скорее всего, только на несколько минут, может быть, в перерывах, на обеде, как-то членам правления удалось пообщаться. Но, друзья, я предполагаю, потому что я видел на выставках, когда Анатолий Эдуардович работает, это переговоры, переговоры, еще раз переговоры, потому что Анатолий Эдуардович, это главное лицо, которое принимает решения, и от которого, в принципе, все зависит по многим направлениям, что касается головной компании и технологии Skyway. Да, естественно, блокчейн сейчас диктует новые несколько грани, то, что есть механизмы консенсуса, нет именно вот такой вот централизации решения. Но, друзья, что будет вот точно централизовано, что если тот или иной проект в запущенном нами конвейере, даже были на него собраны инвестиции, но он не согласован с головной компанией, головная компания его не принимает, то этот проект будет просто считаться тем проектом, который просто инициаторы адресного проекта запустили, воспользуясь инструментами нашей платформы, и далее, из-за отсутствия договоренности с ключевым, именно игроком этой всей цепочки, Анатолио Эдуардовичем иницием, головной компанией, этот проект будет просто считаться скамом. И, друзья, мое предвидение, так скажем, так как это открытая платформа, и использовать приложение действительно сможет любой человек, но наша команда и наша задача будет направлена только на развитие вот этого конвейера сети адресных проектов, которые будут формировать отчасти, естественно, сеть Transnet. И это отличие, друзья, потому что сейчас невозможно открыть патенты, технологии. Это просто полный бред, если сейчас Анатолий Эдуардович откроет патенты, китайцы сразу возьмут. Но, что касается блокчейн-технологий, тут мы не можем быть каким-то корпоративным, закрытым, но публичным блокчейном, позиционироваться как для людей, как для общества. Это будет воспринято сообществом блокчейн, и, соответственно, это будет раздуто. И не будет никому интересно. То есть, максимум, на что мы можем рассчитывать, это, так скажем, немалым своим кругом входить, но расширяться это никак не будет, потому что просто люди, которые потом пока что, может быть, не понимают, что такое технология Skyway, они не будут присоединяться и потом будут пользоваться просто как обычные пользователи. Скорее всего, финансирование адресных проектов будет невозможно, если будет закрытая логика блокчейна. То есть, закрыть мы его априори, по сути, не можем, как бы не хотели. Ну, и я, естественно, как человек, немножко разбирающийся блокчейн, понимая, что этого делать нельзя. Но будут закрыты, так скажем, направления, что касается технологии, что касается перемещения, что касается дачи сигналов, все, что касается внутренностей технологии Skyway. Это будет закрытый направление и сейчас как раз мы прорабатываем с инженерами зао-струнной технологии, то есть, это несколько очень мозговитых ребят, действительно, такие вот, я называю, как алмазы в своей индустрии. Анатолий Эдуардович нашел эти алмазы, сейчас происходит огранка, чтобы они стали бриллиантами Skyway. И, друзья, у нас тоже такие алмазы имеются. Соответственно, это эти алмазы начинают с друг другом сейчас синхронизироваться. В нашем случае идет двойная огранка. Это и блокчейн и графеном, и, соответственно, технология Skyway. Потому что есть в команде, естественно, те люди, которые не присутствовали на Экофесте, то есть, наш главный разработчик архитектор на Экофесте, который, может быть, пока не понимает, что мы создаем. И, соответственно, поэтому стратегическое направление формируется именно нами, Сергеем Анатольевичем, с подключением непосредственно лично Анатолия Эдуардовича. Мы стараемся максимально не отвлекать, а максимально уже выдавать готовые решения на обсуждение и в какой-то мере на согласование. Но, друзья, это нормально, потому что не все представляют тот масштаб, который будет рождаться построением Transnet, рождением сети адресных проектов на основе блокчейн. Будут это графен технологии либо что-то другое, это покажет время, потому что наша платформа максимально адаптируема. И, соответственно, уже увязки в логику Transnet Space, которое это пространство по лично моему мнению втянет в себя мир интернет вещей, потому что это будет примерно как появилось колесо, и сейчас оно используется просто в автомобиле, много где используется. То есть колесо не самостоятельная технология. Несмотря на то, что интернет сейчас огромнейшая индустрия, никто интернет не контролирует. Нет централизованных потоков, нет централизованных каналов. Есть некая цензура, хотя она и достаточно спорна, но что касается интернета, которые рождаются уже на технологии блокчейн, и таких проектов достаточно много. То есть Дефинити будет запускаться, тот же EOS позиционируется, тот же Fusion сейчас можно сказать, что позиционируется как именно интернет 3.0 ценности для блокчейн в области финансовых услуг, финансовых операций. Но что важно понимать, друзья, всегда четкая грань между акциями, между интеллектуальной собственностью, между какой-то организацией, которая имеет долю акций, что-то интеллектуальная собственность, что-то мы с вами имеем. В области блокчейн это совершенно по-другому. И даже компания, которая будет зарегистрирована и иметь неких учредителей, это играет роль только в области традиционного бизнеса. Что касается блокчейн, это только токены, и в нашем случае это будут utility токены, то есть токены, которые открывают возможность к воспользованию использования каким-то инструментарием и соответственно не являются каким-то платежным средством, как биткоин, сейчас как лайткоин. То есть у нас доступ к инструментариям приложений и по сути адресный проект это тоже такое большое приложение, которое впитывает в себя много приложений, которые созданы для того, чтобы платформа функционировала максимально эффективно, быстро и масштабирование можно было действительно осуществлять как в головах пока рождается десятки, сотни адресных проектов за несколько месяцев, но потом соответственно это будет наверное так же как развивался интернет. то есть во многих точках земного шара одновременно тянутся вот эти оптоволоконные кабели, в начале это были обычные вообще вот кабель даже не оптоволокно, но даже в деревню пришел интернет и друзья постараемся так сделать, чтобы даже какой-то населенный пункт, который может организовать краудинвестинг и так далее, то есть краудинвестинг это будет такое расширяющееся нулевое окно на базе платформы смог бы зафинансировать свой город, но согласование, потому что Анатолий Эдуардович сверху понимает, как эту сеть адресных проектов с точки зрения инженерной и транспортной и инфраструктурной даже не технологии, а услуги выстраивать. То есть это видение, ну я думаю, что только у одного человека касаемо технологии Skyway есть в этом мире, это Анатолий Эдуардович, то есть он видит транспортные коридоры, он видит все до меньшайших подробностей, начиная от крупных транспортных артерий, как мы говорили про перевозку сибирского холода, про Санкт-Петербург, Владивосток, то есть это такие позвоночники, это действительно хребет экономики, построенной на базе технологии Skyway как ядра шестого технологического уклада и соответственно это будет уже на более мелкие составляющие отделяться и как именно энтузиастов тех людей, которые принимают участие, создают непосредственно эту платформу именно в плане стратегического видения и в плане донесения информации до тех людей, которые может быть не понимают что такое бизнес Skyway, что такое Transnet Space и Сергей Анатольевич это действительно как человек с огромнейшим опытом в плане экономики, макроэкономики, прогнозирования стратегического развития и я как ученик Сергея Анатольевича в этих вещах, но с несколько другой точки зрения своего взгляда воспринимающий эту реальность реальной экономики это не тавтология друзья и находящиеся на стыке именно блокчейн и реальная экономика цифровая экономика реальная экономика то есть тут с моей стороны определенный баланс и люди которые чисто в блокчейне чисто в IT что касается дизайна интерфейсов чисто в project management чисто в SMM то есть это те специалисты которых необходимо направлять и мы собственно это каждый день и осуществляем и друзья на самом деле вот если бы мы не если бы мы все бросили бы и сказали бы что вот хорошо в Арабский Эмират нужно ехать несмотря на то что Пинета там будет Влад Волков Ирина Волкова все равно поехать так скажем для массовки сейчас просто нет возможности нет такой роскоши так поступать так делать потому что понимание пришло в пятницу в пятницу прошли уже непосредственно встречи переговоры и мы уже прописывали схему каким образом без каких-либо угроз и рисков для технологии блокчейн для технологии Skyway в синхронизации с технологией блокчейн что будет какой-то контроль движением и так далее вот эти все нюансы уже прорабатывались но друзья при именно зарождении идеи платформы еще в 2014 году мы думали каким образом привязаться к неким активам так кстати появился юнит который в Skyway Invest Group то есть это лично я не помню либо моя либо наша Сергей Анатольевич придумка названия ну и сейчас это используется как внутренняя единица хорошее название но друзья естественно мы таким образом то есть в простонародье этот токен будет называться ют он будет именно тикер биржевой иметь другой и он тоже обоснованный ну давайте в простонародье привыкать как ют то есть мы уже раскрываем ют school ют work соответственно биржа задач и ресурсов и вот в чем суть пятницы мы могли быть в подготовке в арабские эмираты на выходных тоже разговор штурм был и далее уже наши разработчики то что наверное очень сложно уравновешивать вот эти процессы когда кто-то чисто блокчейни кто-то чисто в системах автоматизированного управления и именно сделать эти направления дружественным друг к другу чтобы было взаимопонимание это взаимопонимание настало поэтому то что предполагалось что будет делаться только через два два с половиной года и в начале в виде размещения токена планировала система привлечения инвестиций под обоснованную экономику токена то сейчас уже мы задумываемся о каким же образом на основе utility назначения токена будет работать технология Skyway но технология Skyway будет работать отдельно и блокчейн просто будет спрашивать а могу ли я взять данные а могу ли я зафиксировать поехал поехал ли уже подвижной состав могу ли я это дублировать блокчейн систему то есть блокчейн сам ничего не решает ну и это глупо я думаю что так предполагать судить потому что блокчейн это не искусственный интеллект а искусственный интеллект что-то мне подсказывает друзья внутри технологии Skyway традиция самой мощной и самой дружественной и вот эти вот Siri кстати вот тоже буквально на этих на прошлых входных с другом мы прикалывались и общались уже с искусственным интеллектом ассистентом Samsung то есть достаточно хорошо общается а на английском так вообще можно сказать шпарит но только за рождение и только рождая сеть адресных проектов на основе инфраструктуры которая состоит из специального струнного рейса внутри которого есть электричество интернет все что пожелает душа можно родить вот такие мощные системы теперь это сейчас это только зачатки друзья и мы действительно на пороге открытия и прохождение начала развития именно зарождения входа технологии на рынок как самой инжиниринговой технологии так и в технологии блокчейн и многие соответственно задают вопросы вот про партнерскую программу друзья партнерская программа и блокчейн это не дружественные вещи к друг другу партнерская программа вся будет Skyway Capital и в RSV со Skyway Invest Group пока никаких договоренностей что касается адресных проектов которые будут запускаться на базе платформы Transnet ну по этим мне это будет достаточно интересно потому что никуда не пропадут те структуры которые сейчас выстраиваются и сейчас этим никак нельзя воспользоваться но настанет тот день настанет тот час когда я думаю мы одним махом нулевое окно именно инвесторы Skyway потому что будет в адресные проекты возможность только у инвесторов Skyway приоритетного входа заполнят покажет время четверть может быть половину а может быть все ну и в будущем друзья окно краудинвестинга можно это будет по другому называть то есть это мы уже со всеми членами правления будем решать оно будет расширяться расширяться и настанет тоже такие проекты когда все будет закрывать финансирование и далее строительство эксплуатацию строительство кстати тоже будет токенизировано только краудинвестинговым окном это рабочее пускай будет название нулевое окно почему нулевое потому что оно самое важное и оно даже важнее первого и в нулевое окно смогут войти только те люди которые поверили в технологию Skyway бинестировали и соответственно будет очень много маркетинговых инструментов рождаться друзья я сейчас не буду говорить но они действительно очень крутые и дай бог нам дожить до этих проблем как говорит Сергей Анатольевич когда в проект Skyway в технологию Skyway уже блокчейн транснет и соответственно Skyway Capital и RSV будет присоединяться не по тысяче не по 10 тысяч людей в день а по сотню тысяч за несколько дней это абсолютно реально это абсолютно возможно и друзья мы к этому стремимся ну и в завершение могу сказать что друзья этим выставки еще не заканчиваются потому что с 10 по 14 апреля Кирилл Бадулин отправив в свой женский десант Мария замечательная специалист именно отдела адресных проектов и Светлана зам руководителя отдела адресных проектов вот что что касается уже Арабских Эмиратов идет разделение даже от отдела адресных проектов Кирилл в этот раз участвует в Киеве на выставке Made in Беларусь и соответственно друзья бог его знает в какие страны отправятся представители Skyway члены правления просто не предполагаем воспринимаем это уже как некую данность куда так скажем страна позовет а страна наша это Skyway туда и пойдем но естественно друзья мы все патриоты мы хотим так как это вебинар русский чтобы Skyway реализовался также и на российском пространстве Сергей Анатольевич вам слово строй Skyway спасай планету дай дорогу мир Транснет ну а Транснет это уже такое несколько более обширное сейчас понимание с запуском платформы Транснет спасибо Алексей а что-то у меня просто это включил запись подвиска чуть спасибо Алексей то есть видите мы даем общую такую картину и представление то есть сейчас я думаю ни у кого не возникает уже недопонимания или вопросов что и как будет дальше мы дальше эту информацию будем развивать ютскул нашу именно систему которая будет показывать и как работает платформа Транснет и как развивается Skyway и как система инвестирования как взаимодействия токена и соответственно активов которые сегодня есть мы все это будем выстраивать делать и с вами двигаться естественно что наша задача сейчас это сам процесс инвестирования в Skyway и вести уже сегодня для нас традиционным методом то есть это пока не закрыт ход корневой потом это соответственно оптинизация и запуск адресных проектов там тоже есть целая стратегия по тому как что это будет развиваться и делать вот поэтому друзья можно констатировать что эта неделя у нас прошла очень и очень активно с точки зрения проекта мы все ждем сегодня новостей которые будут 20 часов мы сегодня с вами ждем результатов и отчетов что дубаи она будет членов правления совета директоров директоров капитала и Ирины соответственно это будет Михаил Кириченко интервью с я думаю с Бабуриным и с Юницким и еще много что мы с вами будем видеть но как именно результат это те события которые будут именно воздействовать на скорость и продолжение развития проекта то что мы с вами сейчас делаем вот поэтому то что Алексей сейчас буквально упомянул одним словом то есть очень мягко от этой темы когда отошел о том что сегодня внешняя конъюнктура очень сложная и сложная общеполитическая ситуация которая называется санкции против России это конфронтация и обострение уже экономической соответственно противостояния мы с вами видим сейчас противостояние Америки с Китаем там очередная торговая война и сегодня то что складывается военное противостояние вокруг Сирии и сейчас к сожалению в Украине опять в Донецкой и Вуганской республике все это усложняется это друзья тот внешний план который сегодня идет и если привести такой пример что мы запустили сам краудинвестинг в феврале 2014 года как вы помните уже март-апрель начался Майдан потом революция на Украине потом переворот с новой властью и у нас было очень много инвесторов с Украины и тогда даже никто не мог предположить что и как дальше будет двигаться и это очень сложная нервозная ситуация но друзья мы пережили это время прошли и как показывает практика сейчас что развиваться Skyway и двигаться будет в зависимости от всех внешних планах потому что то что мы делаем сегодня надо большинство людей надо каждому жителю и дальше весь вопрос во что бы политики или политиканы сегодня не играли какие бы они не устраивали сегодня показательные пляски с оружием друг против друга друзья мы несмотря на что будем делать свою работу будем делать свое дело а для нас это строить Transnet строить Skyway спасать планету и создавать технологию которая будет всех не вводить в конфликт и что-то делить а объединять и в этом плане друзья я могу сказать что мы наверное единственная именно технологическая платформа которая находится вне политики вне национальности мы дружелюбно находимся и относимся ко всем и наша задача это чтобы убрать сами основы сами именно предварительные для конфликтов которые сегодня прибывают к конфликтам тут задает вопрос что обучение блокчейна но друзья мы готовим сейчас даже не саму блокчейну а именно именно основам работы платформы именно как специализированное приложение которое направлено на построение и развитие Transnet поэтому здесь вопрос по доллару будет ли доллар 70 кличное мое мнение друзья что будет и очень скоро что ситуация сдерживалась и напрягалась очень долго вот сегодня по разным причинам Россия ожидает очень сложные экономические времена в ближайшее время и мы с вами будем свидетелями это не первый раз за время как мы находимся уже на информационном пространстве то есть с февраля 2014 года мы много с вами видели уже обострений ситуации которые происходили с резким изменением конъюнктуры и курсов поэтому как раз сам октябрь ноябрь 2014 года потом 2016 год сейчас опять друзья мир и ситуация в мире очень сложная и те противоречия которые накапливались десятилетиями они конечно сегодня во многом дают скажем так свои результаты но у нас свой взгляд на то что происходит свой взгляд на то что надо делать и свой взгляд какие меры сегодня надо предпринимать для того чтобы многих проблем сегодня избежать основа это конечно встрой Skyway приведет их создание рабочих мест и к росту ВВП и к именно ресурсному перераспределению с точки зрения потребления всевозможными дефицитными особенно сегодня ресурсами это все система Transnet и Skyway поэтому друзья мы наша задача ни в коем случае не собираемся снять этот подход мы будем дальше продолжать и дальше будем работать и делать мы с вами друзья будем готовиться к нашему главному событию для нас с вами встречи на экофесте где мы с вами будем обмениваться взглядами на то что происходит обмениваться информацией соответственно актив и основная команда будет отчитываться за то что перед инвесторами за то что сделано мы с вами будем делиться планами на будущее и конечно это грандиозно для нас еще друзья очень важно что мы очень надеемся что к этому времени мы запустим уже именно синхронизацию и демонстрацию экономики топина skyway то есть юта к реальной экономике к реальной уже транспортной производственной инфраструктуре это друзья то что никто никогда в мире даже не пытался сделать а мы то что это делаем друзья мы очень рассчитываем что к экофесту мы уже прежде всего в чей сообществе и всему мировому экономическому сообществу те кто сегодня участвует в инвестиционных процессах мы покажем именно основы новой цифровой экономики которая будет действовать на взаимовременной будет построена на основе взаимодействия цифровых технологий которые фиксироваются в облачении с реальными транспортными энергетическими процессами транспортными энергетическими поэтому друзья это тоже очень важный момент и все что в общем комплексе готовится к демонстрации на экофесте это конечно друзья будет просто грандиозное событие я очень надеюсь что практически с каждым из вас мы встретимся у нас будет возможность пообщаться в всяком случае вместе порадоваться за эту систему которую мы создаем но и дальше планы на будущее и двигаться в дальнейшем скажем так новым горизонтом которые будут открываться потому что сейчас друзья по запуску и старту платформ у нас здесь очень серьезно возникают сейчас и партнеры и союзники и новые цели и задачи и конечно то что сегодня реализуется и двигается друзья это просто с точки зрения экономики и построения стен это конечно крайне важно и грандиозно поэтому друзья давайте на этом мы с вами прощаемся вы сегодня вспомните я думаю сегодня и наше общение наш вебинар в 20 часов по московскому времени вот соответственно я вас поздравляю с тем что сегодня планируется 23.59 закрыть очередной 10 этап соответственно развития проекта Skyway ну а на следующем вебинаре в следующую среду вам друзья будет еще очень большое количество интересной для вас информации которая пойдет в развитии тех событий и будет из развития тех событий которые в данный момент происходят значит завтра у нас 12 апреля день космонавтики для всех кто имеет отношение к этой отрасли но здесь друзья я тоже могу сказать что я очень много и серьезно общаюсь с Сергеем Поколевым это важный герой Советского Союза и России это человек который провел больше всего времени из живущих на земле людей на орбите и когда он выслушал о проекте Skyway а потом ОТС то есть общепонентарном транспорте и концепции которые позволят выводить на орбиту уже целые заводы то его слова сказали да я понимаю что это будущее развития космонавтики я понимаю что мы создали для этого всю научную основу то есть он как человек который провел больше года на орбите соответственно это наработано бесценный научный опыт для того чтобы наши уже будут потом скажем так в ближайшее время 10-15 лет сотрудники которые будут работать на орбите они будут использовать естественно весь этот опыт и тоже понятно что осваивать космическое пространство вокруг Земли и строить производственную базу можно только не ракетным образом а с использованием новых технологических решений которые как раз и предлагает инженерная школа Анатолий Доварович Юницкий поэтому друзья мы тоже имеем прямое отношение к космонавтике хотя бы потому что инженер Юницкий в советские годы был членом ассоциации федерации членом ассоциации космонавтики СССР и в 89 году в Гомеле он проводил первую в мире конференцию по неракетному освоению космоса это еще было до рождения Skyway соответственно мы с вами друзья сейчас говорим что потом будет сделан шаг в сторону разработанной системы Skyway и Transnet и сегодня мы реализуем проект Transnet Space то есть построение Transnet следующий наш шаг который будет делаться на основе инженерных это построение это построение Юнета следующей сети это уже будет Space технологии и это все что надо поэтому друзья всех нас как и уже имеющих непосредственно отношение к космонавтике а все кто сегодня в Skyway друзья и все кто сегодня поверил и пошел за Юницким мы все с вами создаем систему которая сделает космос абсолютно доступным и абсолютно пригодным для того чтобы его использовать уже для непосредственно наших земных и производственных целей все друзья всего доброго строй Skyway спасай планету и технология Юнайт технологии объединяются все друзья всего доброго до новых встреч субтитры субтитры субтитры